приветствую вас друзья с вами варчик очень много новостей интересных но вначале покажу трех победителей по 500 золота из позапрошлого видео пишите свои никнеймы в конце комментария в комментарии больше пяти слов некоторые оставляют очень малюсенькие комментарии также золото разыгрывается только на ру регионе ну и переходим сразу к новостям режим аркада с 14 июля по 16 июля 2359 мск рассказывает что там фарм невероятный какой-то обалденный я зашел одну катку там быструю двухминутную какую-то сырал это такой цирк и зоопарк что не каждый захочет вообще в этом находиться поэтому можете в комментариях написать как в этом фармите или нет я вот допустим нет потому что но это просто какой-то цирк адекватности в бою еще меньше чем в обычном тратить время на такое у меня лично желание 0 также еще новость то что люди которые в рулетках каких-то золота там или еще что-то выиграют это у них списывают с аккаунтов а потом еще и могут забанить леста ведет периодически борьбу со всякими сайтами которые занимаются такими вот рулетками но мне кажется нужно еще бороться не только с ними но и с рекламой у блогеров таких вот различных рулеток добавили в продажу че в тенте 95 я это танк получил на окам много-много лет назад и все эти воды сколько он у меня есть это танк супер слабый нужен он вам или нет решайте сами 26 июля заканчивается у нас стальной охотник в 3 30 маска ночью до этого момента не забудьте потратить все свои очки ну и как раз таки 26 июля у нас будет выходить новый патч в котором мы сразу начнется у нас 4 дополнительная глава с новым прям танком этот новый прям танк это 56 тп его можно будет получить бесплатно если вы пройдете дополнительную четвертую главу как к ней подготовиться и быстрее пройти этот марафон я уже в одном из прошлых видео рассказывал на тех танках где у вас есть еще не добиты до конца очки боевого пропуска мы подгоняем эти очки почти до самого конца когда выходит у нас 4 глава боевого пропуска дополнительная с прям танком в конце мы на нее переключаемся и начинаем на всех танках где чуть-чуть не добили очки добивать и сразу получать бонус за за то что у нас на танке закончились очки всегда там есть небольшой бонус таким образом мы намного быстрее пройдем марафон также ни для кого не секрет что на каких-нибудь шестерках на низких уровнях марафон проходится быстрее поскольку вы там быстрее заполняете этот лимит и чаще получаете бонус держу в курсе по поводу танка 56 тп у него бумажный корпус он больше про скорость него не особо там какой-то там великолепный дпм пробитие специальным снарядом 250 с хвостиком основным 220 с хвостиком что хочу сказать про этот танчик но китайский танк мне нравился больше внешне и по параметрам башня у него вроде как поинтереснее корпус тоже не особо бронирование но лучше чем 80 миллиметров 80 миллиметров это просто туфта лично мне танк не особо интересен внешне и по параметрам но посмотрим получим я вам его покажу а там дальше сами решать мне честно говоря китайский танк очень сильно внешне понравился хотелось его получить он по параметрам конечно тоже не супер меня там какой-то но даже интереснее выглядел чем вот это всегда возникает некое разочарование когда чего-то ждешь если бы ничего не ждал бы то и не было никакого разочарования также 25 июля у нас 23 59 мск заканчивается турнир легендарный охотник я без стрима иногда по пару каточек играю немножко очки то поднимаю не сказал бы что прям какое-то невероятное место занимая но при том небольшом количестве боев сколько я сыграл я не так уж сильно опустился да и вижу что со временем блогеры уже наирались в этот режим и немножко уже начинают переключаться на что-то другое но она и не мудрено и рать много в стального охотника это конечно тяжело но вы можете вступать в мою команду фармить золото и потом когда турнир закончится вы все это золото получить также 26 июля заканчивается у нас боевая задача на 3d стиль горыныч на неметный танк если вы на нем не сыграли ни одного боя то сыграть хотя бы один чтобы получить этот стиль ну и 26 июля днем выйдет патч 1 21 1 обновится ассортимент бонового и прем магазина и стартанет классический стальной охотник который будет работать до следующего патча также еще стартанет четвертая дополнительная глава боевого пропуска песни о зубре ну и понятное дело с прям танком 56 тп про который мы поговорили также в середине августа у нас тоже будут маневры на гк точно так же как и world of tanks на европе так и у нас на ру регионе тоже будут эти маневры видео на канале я недавно про это делал можете зайти посмотреть что это такое ну и 12 августа у нас 13 день рождения world of tanks интересная леста у нас будет праздновать день рождения сколько лет также еще с 14 июля по 28 июля на твиче можно фармить дропсы у меня они тоже там есть можете заходить на твиче фармить когда я стримлю за два часа просмотра вы получаете коробку из которой может выпасть не прямо золото серебро прим танки расходники инструкции различные там какие-то учебные брошюрки и танки в аренду также еще на тесте добавили режим с автопушками который был на европе я вам его уже показывал можете зайти сами протестить также еще в следующем патче будет оптимизация огнеметного танка объект 156 о но затронет она и так понял не все конфигурации компьютеру на некоторых станет легче а на некоторых видимо нет также еще на тесте тестируются контейнеры особая поддержка это та самая механика про которую разработчики рассказывали на одном из каких-то там стримов механика про то что чем больше у вас танков тем больше вы сможете чего-то там пофармить будет боевая задача какая-то которую можно будет выполнять на танках 6 по 10 уровень очередное мероприятие которое не затрагивает низкие уровни и низкие уровни как никто на них никогда не играл так там кроме ботов особо никого и не найдешь такое ощущение что как специально хотят уничтожить низкие уровни чтоб новички только с ботиками там и орались и все зависимости от уровня техники можно будет получить разные контейнеры их три вида контейнеры для 6 уровня контейнеры для 7 и 9 уровня и контейнеры для 8 и 10 причем некая логика даже проследуется почему 7 и 9 отдельно уровень и 8 и 10 потому что 7 и 9 это наверное наиболее приятные уровни в игре 8 и 10 самые токсичные ну и 6 уровень он тоже своеобразный наградки там я так понял не особо большие но если у вас много танков можно будет получить этих наград целую кучу когда этот выйдет посмотрим что это такое я расскажу свое мнение пока что не сильно понятно пока он тестируется потом будет видно ну и также еще затронем изменения в боновом магазине уберут ланс нц лора 40t есть 5t ст 103 гвардеец panzer конфайн 4 ядра стат будут добавлены хвк-30 ста-2 карнер 1 action x центурион мк-51 рак тайп-3 чинукай но я бы за боны постарался успеть взять е-75 тс ну в крайнем случае ланс нц ну и конечно же люди очень сильно любят лору 40 тонн танк который почти нереально реализовать в обычных турбо боях на коридорных картах на нем вообще в принципе играть невозможно а вот что из нового хорошего честно говоря ничего новые танки за боны намного хуже и прям что-то нормального выбрать почти нереально в принципе вот такие вот новости у нас я рассказал абсолютно все в одном видео пишите свое мнение в комментариях не забывайте в конце писать ник сам был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока 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 пока